Калининградская область обладает богатой историей Здесь множество загадочных мест и старинных замков А какой замок без своего привидения? И дубы почти тысячу лет живут Интересно, почему? На оборонительных фортах происходят неподдающиеся логике явления Старинные легенды до сих пор живут в тех местах, о которых они слагались Сегодня мы знакомим вас с теми точками на карте, которые примечательны своей мистической составляющей В роще близ Пионерского у ручья Чистого находится необычный камень, расколотый пополам Много тысяч лет назад его принёс ледник Камень этот окутан множеством мифов Древние пруссы проводили рядом с ним свои обряды, роща для них являлась священным местом А сам камень, по легенде, представлял угрозу для лжецов Именно поэтому он по сей день называется камень лжи Есть легенда про рыбака и его невесту Когда-то влюблённые пришли к этому камню и поклялись друг другу в верности Рыбак отправился в долгое плавание и вернулся с хорошим уловом Денег от продажи как раз хватило бы на свадьбу Но перед этим рыбак и его невеста вновь пришли к камню лжи Когда девушка вошла в расщелину, на небе сверкнула молния, половинки камня сошлись и раздавили её Оказалось, что она не хранила верность своему возлюбленному, за что и была наказана С тех пор считается, что лжец не сможет пройти между расколотыми частями камня Однако с валуном связаны и более позитивные обряды Так, например, считается, что он исполняет мечты Чтобы всё сбылось, нужно пройти вокруг камня, мысленно проговаривая своё желание Если помыслы светлые, то всё обязательно сбудется Калининград по сей день опоясан системой защитных фортов, созданных во второй половине XIX века Один из них — форт номер 5, король Фридрих Вильгельм III Он был построен в 1878 году и прикрывал дорогу Кёнингсберг, Раушенныне, Калининград, Светлогорск Во время штурма Кёнингсберга форт номер 5 был взят в ходе многочасового беспрерывного боя, во время которого погибло много людей На данный момент форт является музеем Его сотрудники и посетители не раз рассказывали, что видели здесь призраков В 2013 году заведующий музеем Сергей Рымболович проводил экскурсию для работников СМИ, когда неожиданно для всех в одном из коридоров показался человеческий силуэт в белой одежде Бесшумно прошёл несколько шагов и исчез Но осталась запись с видеокамер В том же 2013 году камера видеонаблюдения зафиксировала светящийся шар, внутри которого отчётливо прослеживались нос, рот и глазницы В январе 2009 года туристы фотографировали тёмные помещения форта, а потом, по их словам, обнаружили на одном из снимков призрак советского солдата в расстёгнутой шинели Признаться, внутри форта номер 5 правда холодок бежит по телу То ли из-за того, что толстые стены не нагреваются даже в жару, то ли от мистической энергетики Про этот памятник архитектуры мы рассказывали вам уже множество раз, но о его таинственной стороне никогда А между тем, собор 1333 года просто не может быть обычным зданием В Тониксберге считали, что под крышей башни собора живут волшебные гномы Увидеть их — к добру Иногда горожане при приветствии задавали вопрос «Видел гномов?» Если собеседник отвечал положительно, значит, он в добром расположении духа А ведь теперь гномы есть не только под крышей Всех заходящих на остров Канта со стороны Медового моста встречает Хомлин Карл Сейчас мало кто верит в гномов в соборе, но некоторые утверждают, что здесь водятся призраки Однажды белый силуэт, гуляющий по заалтарной части собора, зафиксировали камеры наблюдения Личность привидения установить не удалось Может быть, великий магистр Тевтонского ордена А может, и сам философ Иммануил Кант Кафедральный собор стоит и на острове Канта, в прошлом, к Пайпхоф И у него есть свои истории В 1621 году произошло мощнейшее наводнение Река Прегель вышла из берегов, ее вот и затопили Кнайпхоф, повреждая здания, кладбище и даже собор К наводнению присоединилось и нашествие крыс Они плыли на стволах упавших деревьев и вымытых из земли гробах Говорят, что часть грызунов прибила к одному из поселков, в котором в итоге не осталось ни одного жителя Голодные крысы сожрали не только запасы, но и людей Жуткая легенда К счастью, сейчас крыс на острове Канта не встретить Сотканная из загадочности, тлена и жутковатого прошлого, бывшая психиатрическая больница Аленберг манит к себе многих местных жителей и туристов Медицинское учреждение выполняло свои функции с 1852 по 1940 годы Первые трагические события произошли в 1909 году, там разразилась эпидемия оспы Во время Первой мировой войны многие пациенты умерли от гриппа, туберкулеза и истощения В июне 1940 года психиатрическая больница была ликвидирована По некоторым данным, оставшихся пациентов вернули в семьи или распределили по другим психиатрическим лечебницам Но есть и другая, леденящая кровь, версия Согласно ей, в соответствии с идеологией национал-социализма все душевнобольные были расстреляны прямо на территории Аленберга После 1945 года здания комплекса бывшей психиатрической лечебницы были переданы советской армии и использовались в качестве войсковой части Впоследствии здесь сформировался целый военный городок, а в бывшей кирхе на территории больницы учредили клуб В 2013-м военные части расформировали, а здание забросили Несмотря на охрану, его активно посещают любители мистики Загадочные скрипы половиц, внезапный стук створок разбитого окна, от такого даже у скептиков дрожат колени Но в 2022 году власти объявили о планах передать здание в собственность корпорации развития Калининградской области и сделать его легальным туристическим объектом Примерно в 40 минутах езды от Калининграда находится поселок Славское Бывшее его название – Кройцбург На горе над Кройцбургом когда-то выселся замок, руины которого до сих пор можно найти в лесу В народе поговаривали, что к этому месту лучше не ходить Время от времени видели здесь девушку в белом, которая бродит и надеется на освобождение своей души А под развалинами закрыто множество сокровищ Девушка в белом являлась, в том числе, детям бедняков, которые во время игр случайно попадали в полуобвалившиеся подвалы замка И насыпала им в шапочки золотые монеты Дети возвращались целыми и невредимыми, еще и с таким щедрым подарком Родители были счастливы Некоторые алчные люди отправлялись в подземелье на поиски сокровищ, но вместо богатств попадались лишь лягушки и змеи Однажды вечером сапожники отмечали цеховой праздник Расхрабрившись, они решили пойти на вершину горы, чтобы найти белую деву и забрать у нее сокровища Поднялись они к развалинам замка, а там, в самом деле, сидит на камне девушка Перед ней сковорода, полная золотых монет, а в руках серебряный половник Подошли к ней сапожники, пожелали доброго вечера и попросили подаяния Дева согласилась и отсыпала каждому в кожаный фартук по горке золота Но пока работяги возвращались, стали ощущать, как фартуки становятся легче, а головы – тяжелее Вернувшись и вывернув содержимое фартуков, сапожники ахнули Все золото исчезло и превратилось в желтых ящериц, зеленых лягушек, жаб и гнилушек Все эти гады расползлись по мастерской, а двум храбрецам за такой «улов» намяли бока, потому что гильдия посчитала выходку оскорблением всего сапожного люда Так что имейте в виду, поедите к развалинам Кройцбурга, не говорите с белой дамой В любом уважающем себя замке обязательно должна быть мистическая легенда И в Топиау есть такая, о епископе Дитрихе фон Куба, который был заточен в подвале замка и умер голодной смертью Он прибыл в Прусскую Земландию по поручению папы Римского и вызвал неприязнь у рыцарей и великого магистра, Тевтонского ордена На пренебрежительное к себе отношение епископ не обращал внимания, с великим магистром вел себя спокойно и даже высокомерно Тогда совет взял епископа под стражу и заключил в замок Топиау Но коварный священник подговорил Дитриха сбежать, а потом рассказал обо всем рыцарям Епископ попал в руки к разгневанным тевтонцам Они заточили его в подвале, приковали к кресту и оставили умирать голодной смертью Он мучился семь дней Последними стонами бедного епископа были «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» «Боже, смилуйся надо мной» Спустя некоторое время сам великий магистр тяжело заболел Однажды он вскочил с кровати, потребовал коня и доспехи, прокричал, что епископ вызывает его на суд Божий Упал навзничий и умер С тех пор и по сей день в подвалах замка Топиау нет-нет, да и услышит жалобные стоны «Боже мой, Боже мой, смилуйся надо мной» Кто-то говорит, что это призрак невинно убиенного епископа А некоторые считают, что дух магистра не может найти покоя и бродит в поисках прощения по сырым и темным подвалам замка Топиау Еще один орденский замок в подборке, конечно, со своим привидением Замок Нойхоузен был построен в конце XVIII века, но сейчас стал практически неузнаваемым Потому что в его помещениях с 1950-х размещается предприятие «Гуревская» Передвижная механизированная колонна Как раз ее работники и могут рассказать жутковатые истории, случившиеся на их памяти Говорят, однажды бухгалтер заработалась допоздна Женщина услышала скрип, как будто в соседнем помещении открылась дверь Вышла в коридор, но ничего не увидела Вернулась на свое рабочее место, как вдруг вновь услышала скрипы, а заодно женские всхлипы и кошачье шипение Тогда бухгалтер, бросив все дела, пустила из замка на утек А когда убегала, краем глаза заметила, как по коридору за ней несется огромный черный кот А верхом на нем – дама в красной накидке Что за дама? Вполне вероятно, супруга первого прусского герцога Альбрехта, Анна Мария Она скончалась в Нойхаузене в один день с мужем, как в сказке Только вот до сих пор неизвестно, как умерла женщина По официальной версии, отравилась, не смирившись с утратой Но был рядом с ней приближенный чернокнижник и алхимик Пауль Скалех Не исключено, что именно он помог Анне Марии отправиться на тот свет Утром слуги нашли безжизненное тело герцогини в роскошной, расшитой золотом красной накидке Правда, о котах в хрониках, к сожалению, не упоминается Доступ к замку Нойхаузен сейчас весьма затруднен Но если попросить охранников, можно посмотреть на здание Бальга появилась в 1239 году на месте прусской крепости Ханеда А в 1250 году была перестроена в каменный замок Это был первый замок Тевтонского ордена на территории области До наших дней от Бальги прежней дошли только часть стен Форбурга Руины кирхи и баронительные валы XVI века А еще старые-старые деревья Лес вокруг Бальги – место мистическое Да и сами остатки замка хранят в себе многое Например, в период Второй мировой войны Бальга подверглась массированному артиллерийскому обстрелу Замок стал последним оплотом германских войск Здесь было множество смертей, а стволы деревьев буквально нашпигованы пулями После войны, в советское время, калининградские мальчишки ездили на Бальгу за игрушками Тут повсюду оставалось множество оружия, невидимых глазу мин и снарядов Сколько людей здесь погибло, не сосчитать Говорят, что вокруг крепости Ханеда была священная роща, которую безжалостно вырубили Тевтонцы Пруссы же это место прокляли И по сей день здесь происходят странные вещи Может, оно и к лучшему, что дорога к Бальге в таком состоянии, что по ней почти невозможно проехать Предприниматель Антон Пор построил свою виллу примерно в 1905 году на окраине Фишхаузена Это был великолепный особняк на 13 комнат, богато декорированный, с подвалом и мансардой Хозяин мог себе позволить такое жилье, ведь был владельцем кирпичного завода, лесопилки, мастерских и угодий площадью свыше 100 гектаров И даже башня у этого прекрасного дома имелась Собственно, все внешнее великолепие так или иначе дошло до наших дней Вилла Пор стала объектом Минобороны, ее с 1952 года занимала туберкулезная лечебница Удивительно, но в интерьерах сохранились выложенные кафелем печи, лепнины на потолках и даже плитка В 2010 году медицинское учреждение покинуло здание бывшей виллы И к настоящему моменту особняк никак не используется Однако побродить по его комнатам вам не удастся, объект охраняется военными и собаками Есть в заброшенной вилле что-то мистическое Но местные жители обходят ее стороной И мы вам сюда приезжать не советуем Привидений вы, скорее всего, не встретите А вот палочку Коха Кто знает Лучше не рисковать